Девушки отдыхают Армянин сразу братом называешь, а потом скажешь, ты куда живешь? Я армян брата Блять, Грузия это самая, блять, последняя страна, которая, блять, может обосрать Армению Потому что, блять, армянин создал, сука, ваши, блять, ваши буквы Что на чем вы пишете и, блять, грубо сказать, говорите Вот смотри, вот смотри, вот эта письма у нас похожа на ваше Вот это, вот это, похожа на ваше Ну, типа, это армянин сделал, это рука армянина Какой армянин сделал? Когда сделал? Почему? Вы прочитайте историю Не, я, вот, у меня вот книги, вот, пожалуйста, вот это, четырех тонн А кто там, кто сделал? Кто сделал? Вот скажите Кто сделал? Грузинские монахи сделали, как во время царя Пхарнаваза В пятом веке сделали, а что? А кто нам сделал? Не, типа, с вами общаться это просто ГГ, реально Не, почему ГГ? Вот мне интересно Я тебе ответил, что наши монахи создали писемность А кто нам создал писемность? Это во время царя Пхарнаваза А кто нам создал? Как этот армянин называется? Как этот армянин называется, который нам создал писемность? Скажем Смотрите, прочитайте, просто прочитайте и вы понимаете Смотри, я тебе еще раз говорю, я вот тут читаю, у меня здесь уйма книги истории Грузии Уйма книги истории Грузии, но смотри, что мне интересно Кто создал буквы Грузии? Какие буквы взял Грузии? Сейчас, дождите А, он там гугли сейчас Какой армянин создал этот писемность? Кстати, я тебя, кстати, я грузийский блог, я тебя записываю, я на канал себя выложу тебя Я знаю Здорово, ребята, всем привет Ага Грузии тебя будут здорово делать, когда ты в Тбилиссе пройдешь Нет, смотрите, вот если честно говорить Ты загуглил, мне интересно имя, фамилия написанность написал Ты загуглил этого Да вы че хуя Не, мне интересно, ты мне доказываешь, прочитай, говорит, историю, ты мне доказываешь Историю, говорит, прочитай, но при этом ты сам не можешь мне сказать имя и фамилия Этого великого, который нам написал писанность Вот как мне интересно Ты почитал эту историю? А что ты Маструциан или как? Или А что ты Мастрациан, как его зовут? Как? Вы почти, вы почти Ты понимаешь, что... А, я почти попал, то есть типа попал, да? Смотри, ты знаешь, что у грузин за все свое время было три писанности А сонтаврули, хуцури И сегодня у нас воинство написано, называется хедрули Вот она вот так пишется, смотри Вот смотри Мне не интересно, не покажите, это мне не интересно Вот, вот так она пишется Мне это не интересно Я это забросил на свой канал Деметра Картвели И грузы не еще раз убедят Все, адьос, амигос Месроп Маштоц не имел отношения к созданию грузинского алфавита никакого С историей грузинского алфавита я столкнулся, занимаясь вопросом возникновения армянского алфавита Это естественно Эти вопросы в традиционной истории связаны Известно, что многие историки считают создателем грузинского алфавита Месропа Маштоца Думаю, это такая же выдуманная история, как и то, что Месроп Маштоц являлся создателем и армянского алфавита Мы уже познакомились с документами, которые подтверждают, что до 17 века включительно Европа ничего не знала о Месропе Маштоце И была уверена, что создателем армянской письменности являлся Иоанн Златоуст, небезызвестный И этот факт необходимо учитывать, поскольку владельцами всех самых важных армянских манускриптов были именно европейцы И, наверное, они, как минимум, понимали, о чем пишут Среди изученных мной документов я обнаружил изображение грузинского алфавита, изданное в 1586 и 1619 годах Выглядел алфавит так, как вы видите это сейчас на экране Как мы знаем, грузинский на европейских языках звучит как георгианский Как мы видим, ничего общего с современным алфавитом А в 1629 году был напечатан вот этот алфавит, уже похожий на современный грузинский или георгианский Но в названии иберийского, да, вот видите, он называется иберийский алфавит В названии его есть пояснение, которое указывает на то, что иберийский алфавит Вот этот вот, похожий на современный грузинский Это грузинский простонародный или георгианский простонародный вот эти слова То есть алфавит, опубликованный в 1586 и 1619 году, не отменялся Просто к нему был добавлен простонародный вариант Но одно очевидно, мисс Роб Маштоц не имел отношения к созданию грузинского алфавита никакого Точками является единый грузинский язык, который получает примерно в это время свою письменность Эта письменность до сих пор является одной из загадок картинологии Мы не знаем точно, откуда она произошла Согласно армянским документам, эта письменность восходит к мисс Роб Маштоцу Однако существуют достаточно серьезные научные основания подозревать, что все дело сильно сложнее Поскольку в основе грузинской письменности весьма архаический греческий порядок букв Там есть буква Дигамма, которая в современном греческом алфавите даже уже в классическое время не использовалась А использовала в гомерское время Она соответствует, на ее месте находится грузинская буква Вия И вот на основе этого грузинского языка уникальной грузинской письменности В древности существовал самый древний алфавит Асом Таврули Потом был церковный алфавит, которому записано в большинстве христианских рукописей Средневековья Нус Ха Хуцури, или Хуц это священник, Хуцури священнический И затем современный алфавит Мхедрули, Мхедри, военный алфавит, это военный алфавит, это воин Варгане, матери от грузы, или просто Сука! Жизварат! Криминальн есть! Ты идтиот? А уэй, изваряв нечное! Уэй, кола, ты идтиот, или как? Иди нахуй, бля, сука! Пути, сука! Привет! Здорово! А ты откуда? А сам? Ну я вообще из России, но сейчас в Армении. Понятно. Я из Грузии. А, понятно. Но сейчас в России? Боже упаси, что я там должен делать на территории врага? Мне там нехрена делать. Россия это враг? А ты не знаешь, что Россия втолкнулся два раза в Грузию, в 2008 и в Абхазии, в 1992, и завладел грузинскими территориями, сейчас он там стоит, в оружии он несет. И смотрите, переключился. И переключился. Вот тебе и братская Россия, и братские русские. Знаете, почему русские так думают, что Россия не враг Грузии? Потому что, когда они приезжают в Грузию, то здесь некоторые грузы не просто-напросто их встречают как дорогих гостей, как братский народ. А некоторые позорные грузы, которые туда идут зарабатывать, то этим они показывают, что раз они приходят на территории врага, там живут, зарабатывают, то ничего плохого нет. То есть они не считают эту страну врагом. Поэтому русские думают, что все нормально. При этом русским не интересует, где их долбанная армия стоит, и кого убивать, и кого щемлять. Ведь в этой стране же прекрасно встречают грузы, да, этих русских. Коври перед ними стелят. Не могут разобраться, где брат, а где враг, да? Враг это Россия, враг это Чечня, враг это Армения, враг это Карачаево, враг это Кабардак, враг это Черкезия, враг это Абшия, враг это Осетин, враг это Дагестан. Вот это враги. А братья кто? Ингуши-украинцы. Вот кто брать. Мы с ним нормально общаемся. Данечик. Ну да. Бля, серьезно. Здравствуйте. И вам не хворот. Как ваши дела? Нормально. Чем занимаетесь здесь, ну, в чат-прилетке? Я блогер. Блогер? Ну, что делать и о чем блог ведет? Насчет Кавказа и в целом отношении России к Кавказу. А какую сторону занимаетесь? Ну, или как каковую? Кавказскую сторону, конечно же. Кавказскую, ну. А там тоже Кавказе, да, живете? Где я жил? Да. Да, на Кавказе еще. В грузы. Очень красивые места. Грузья красивые. Вы грузили? Я из Грузии, да, я грузин. А город какой? Тбилис. Тбилис. Очень часто видел передачи, как вот Тбилиси, особенно старый город, красивые места. Вы кто по происхождению? Национальность? Смотрите, слово происхождение это русское, а слово национальность это греческо-латинское. Вы как хотите с вами беседовать, на древнолатинском или на русском? Какое удовольствие у него, если происхождение это, в принципе, одна и та же мысль? Да, то есть откуда ты происходишь? Это русское... Хорошо, Крым, Крым, Крым. Крым. Крым, который оттепали русских украинцев, да? Крым, который Крым. Это так тоже я слышал, Абхазия, это Абхазия, но это неправильно. Крым когда она стала русским, скажите? Ну, Крым русским, он, конечно, вообще не становился. Вначале он был скифом в Тавру. И что? То есть, грубо говоря, это вообще изначально греческая территория. Я это знаю прекрасно, спасибо огромное. Но я говорю, когда она стала русским-то, скажите мне? Крым, ну, когда Екатерина его... Захватила. Захватила. Ну, тут смотря, что хотела не смотреть. Ну, она русская территория была, когда... Ты бы сказал, это греческая была, потом были скифы, сарматы и так далее. Я вас спрашиваю, сейчас там татары живут тоже, вместе с украинцами. Я вас сейчас спрашиваю. Ну, это такая территория многонациональная. Да. Вам плохо жилось вместе с украинцами? Вас убивали там украинцы? Украинцы? Честно говоря, когда мы жили в Украине, я, возможно, был еще слишком много, и не могу всего сказать. Но разница, разница при России и при Украине есть. То есть, я говорю просто, как человек, который нейтральный, в смысле, нигде, нигде, я считаю себя крымчанцами, не считаю себя русским, не считаю себя украинцами. Я тут родился, это такая вот моя родина. Что Киев, как бы, приносил деньги в Крым, что Москва приносила деньги. Везде есть свои плюсы и минусы. При Украине больше был разный частный бизнес. При России больше развивается именно государственный бизнес. Санатории, курорты, дороги строятся хорошо. В целом, на мой взгляд, при России как-то получше. Но у меня очень много друзей в Украине находятся, у меня бабушка, дедушка, я туда. Вообще, политическая страна, я особо не вылезаю, читаю новости. Нет, при чем тут политика? Мне просто интересно, что вас пробудило, скажем, пойти убивать братьев украинцев и быть иностранцами? Почему? Я не убивал братьев украинцев. Нет, ну не вы, но сейчас же Крым же под Россией. Ну да. Его же народ поддержал, те, которые там были. И после того, как прогнали, там, коренных жителей украинцев прогнали. Потом же там провели позднее референдум, и они признали, что хотим быть с Россией. Что было до этого причина? Вот я тебе задал вопрос, украинцы вас убивали? Нет, вы сказали, что погнали украинцев. Украинцев никто не прогонял, они также живут здесь. Все дружно, братьев, как и были, братьев, русские народы. Серьезно? Конечно. А зачем сейчас война-то идет России с Украиной? И кто, не кримчане идут на стороне России убивать украинцев? Ну, я в окно смотрю войны, никакой не вижу сейчас. Ну, конечно, потому что вся война сейчас идет на территорию Украины в данный момент. Ну, как объясняют мне... Если Россия уйдет, то украинская армия зайдет в Крем, и Крем будет опять же украинской, какая она и была в долгие времена, да? Если Россия уйдет, если Россия уйдет, и она не уйдет, по понятным всем причинам, потому что Севастополь, база Черноморского флота, ну, всегда как бы... Но даже, допустим, если она уйдет, все равно у Крыма будет война. Вы знаете, что в древние времена, вот, наверное, вы молодой, не знаете, вы знаете, что в древние времена украинские казаки свои жизни отдавали, воюя с кримскими ханами. И они очень часто там воевали, украинцы. Казаки настоящие, не те, что русские вот эти, одетие, как говорится, клоуни. А настоящие казаки-украинцы еще до Екатерины, еще до Екатерины, с кримскими ханами воевали. Защищали эту территорию, и не только. Ну, как они ее защищали? Тогда эта территория была от кримских ханов, то есть украинцы ее... Вы ошибаетесь, кримские ханы захватили эту территорию. Вы же сами сказали, что это была греческая когда-то. Это правильно. Да, а вот кримские ханы, это тюркские племена, вот захватили эту территорию. Украинцы воевали против них, как с пришельчим захватчиком, понимаете, в чем дело? Вы прочитаете историю, но, смотрите, когда была, в 19 веке, когда была война в Севастополе, да, против врагов, то вы знаете, что большинство защитников были украинцы, то есть солдаты из Севастополя были украинцы. Вы прочитаете просто-напросто книги, фамилии, имена. Нет, я очень хорошо, на самом деле, знаю первую оборону Севастополя и русско-турецкую войну, о которой вы говорите. И что ? Вот, и там были, в том числе и русские люди. Нет, в том числе и русские. В том числе и русские. Это правильно ли Benjamin. В том числе и русские. И в том числе и татары там воевали против чурков. И татары воевали. Но большинство защитников, я говорю слово, большинство защитников, украинцы, понимаете, в чем дело? Украинцы были, большинство защитников были украинцы, то есть они за эту землю кровь проливали ни один день, ни один век, ни один год. Но я еще раз вам задал вопрос, что было причиной отделиться от украинцев, которые добрым народом считаются невраждебными? И я вам задал вопрос, они вас ущемляли? Вот, я отвечу на ваш вопрос, я понял. На мой взгляд, украинцы, украинцы как население людей, как те же люди, граждане Непропетровска, Киева, вообще никак не решили, это такие же обычные люди. Причиной было неподопонимание с властями. Я к властям Украины отношусь плохо, к властям России плохо отношусь. Ни та, ни другая политика меня не устраивает. Но причина, по которой отговорились, была реально, ну, ощущалась угроза, то, что может повторить, что происходит сейчас на Украине, как говорили, там, в Донбасс и все такое. Я вас перебью, потому что смотрите, с чего это все началось. Украинцы никого внутри себя не убивали, вообще никого не касались. Они вообще их ни шовинисты, ни нацисты. Они ко всем относятся лояльно, доброжелательно. Но с чего началось все это? У украинцев сидел прорусский президент, прорусский, который фактически разграбил Украину. Разграбил Украину. Я могу закончить свое мнение. Когда вы говорите, я вас не перебивал, вы заметили. И просто-напросто украинский народ, и не только украинский народ, все граждане, живущие в Украине, там были и армяне, там были и чеченцы, и многие, и грузыни там были, кстати. Те, которые считались гражданами Украины. Они вышли на Майдан и хотели просто-напросто, чтобы прорусский президент ушел бы сам, и чтобы они пошли бы в сторону интеграции в Евросоюз, чтобы были бы богаты, жили хорошо, досталось бы, было бы обеспечено право человека и все такое. Но он не захотел сам уйти. И вот просто-напросто Россия поддержала его сейчас, где он и прячется в России, этот президент бывший, который прогнал этот народ. Они начали убивать украинцев. Было убито 100 человек на Майдане, постреляли. И среди них были снайперы российские, с теми новыми оружиями СВД, которых в Украине до сих пор нет. Это все факт, что Россия поддержала этого президента. И просто-напросто, наравне с этим, Россия начала бунтовать с Крим, бунтовать с Донбасс и Луганск. И начал кричать, что это бендеры, они кушают детей, они убивают всех, они за русский язык убивают всех. Кстати, что вы знали, до Майдана и даже сейчас, там очень часто говорят на русском языке. Даже КВН у них на русском языке, даже в фильме снимают на русском. То есть у них не было претензий к русскому языку, но они хотели иметь и свою государственную язык. Они на это право имеют, потому что это Украина, а не Россия. Но Донбасс и Луганск, как вы сказали, это начала Россия против них. Давать оружие шахтерам как будто каким-то. Но это были десантники русские, это были наемники русские, это были чеченцы-наемники, которые начали убивать украинцев. Смотрите, Украина не готовася к войне, а в Крим вошел армия зеленых человечков, которые не имели нащивок. Как вы думаете, право иметь любая армия зайти в чужую территорию, не имея нащивок, и говорить, что это не русские. Это не знаю кто, зеленые человечки, упавшие с неба. То есть вся вот эта варханалия началась с подачи России. А вот вы и такие, как вы, которые пророссийские, его поддержали без того, чтобы не предать свою родину Украину. То есть предать Россию. Наметку, наметку, наметку. Я говорю в большинстве смысле. У вас у всех было написано гражданство Украины, и вы все были обязаны защищать эту родину, как свою, родную. Почему? Потому что в Грузии, я вам объясню, в Грузии, кроме Грузии, живет еще 80 национальностей. Мы такой же добрый, гостеприимный народ, как и украинцы. И понимаете, что у нас живут и изиды, и армяне, и азербайджанцы, и чеченцы, все-все у нас живут. Айсори, поляки, русские живут. Вы знаете, когда в Абхазии я воевал против России, в Абхазии 90-го, когда Россия напала на Грузию и захватила Абхазию, вот так же, как захватил Крым и Донбасс, то вместе со мной воевали и местные русские, и местные украинцы, и местные армяне, и местные азербайджанцы. То есть они посчитали свою родину Грузию, и они пошли в войну против прищедшего иноземного войска. Вы также должны были поступить, элементарно. Не согласен. Или просто не податься провокации со стороны другого государства, потому что Украина считается независимым государством, и Россия признал его, и признал его вместе с Крымом, вместе с Донбассом, вместе с Луганском его принял. Сказал, что я тебя признаю, кроме этих, нет, он его границу, Россия его границу признал, считая Крым, Донбасс и Луганск. Но почему-то у Путина проснулся желание отхватить этот кусочек, потому что ему нужен вот этот порт в Черном море, чтобы контролировать Турцию, Грузию, Полщу, еще другие черноморские страны контролировать, и просто-напросто ему нужно было там. А потом, знаете, почему-то все случилось? Когда в 2008-м Россия открыто напала на мою родину, Россия, Грузию напала в 2008-м, то украинская власть сказала, что если один хоть корабль из Севастополя будет участвовать против Грузии, против нашего братского страны, с кем мы не воюем, то эти корабли обратно не вернутся. То есть не зайдут. И они исполнили свое данное слово, потому что эти корабли поучаствовали, они бомбили Грузию из моря, но когда они захотели обратно вернуться, их украинская сторона не приняла, и они три месяца были на нейтральном акватории. То есть вот это Россия не устраивала, понимаете, в чем дело. Ему нужно было Севастополь, чтобы там быть как бы владикой черного моря. Да. И я еще раз вам говорю, если украинцы не нацисты, не шовинисты, и они вас не ущемляли за то, что вы, скажем, не украинского происхождения, если они вас не убивали, и также страдали от бедности, как и вы, потому что у них был продажный российский президент, который обокрал всю Украину, да, то я не понимаю, какой принцип было предавать эту родину, вашу страну, вашу родину, при этом имея гражданство Украины. У него был написан гражданин Украины. И перейти на стороне приседшего какого-то государства. Ну, смотрите, даже вот вернемся к тому, вот, блин, все президенты Украины, они разграбляли Украину, и просто Янукович остался крайний, на которого все свалилось. Вот такой же бездарный, как и Кучма, как и остальные все президенты. Знаете, почему на него свалилось? Извините, я вас перебью, потому что вы сейчас неправильно диктуете это все. Потому что он открыто сказал, что я плевать хотел на Евросоюз, я хочу быть в дружбе с Россией. Вот это уже не приняло украинский народ. Вы не понимаете, да, грабили, что Россию президенты не грабят, Путин не грабит Россию? Все грабят, я же вам еще раз говорю. Но я еще не говорю, почему это попало Кучма? Потому что он открыто заявил, что я не хочу в Евросоюз, я отказываюсь от идти в Евросоюз, я хочу быть с Россией. Вот это уже украинский народ не принял, понимаете? И поэтому они пошли против него. Каждый человек, вот каждый человек, вот украинец, русский, имеет право голоса. Вот украинцы, вот именно, которые, ну, без Крыма, грубо говоря, будем считать, именно территорию Украины, вот изъявили, да, и желание в долг у них Евросоюз. Я, грубо говоря, до сих пор тоже не могу понять действия президента Украины, вот на тот момент Януковича, почему он не захотел. Вот, по идее, ну, президент должен идти на тому поводу, которому хотят люди, то есть граждане этой страны, он должен их слушать, потому что это его избиратели. Они отдавали за него голос, и он должен хотя бы прислушиваться к мнению людей. Но есть территории, вот, которые Крым, он большую часть своей истории, ну, современной, грубо говоря, скажем, 300 лет последние, 200, он находился в составе Российской империи. Он был ближе к России. В Украине, если не ошибаюсь, Крым оказался со времен, вот, не знаю, он, по-моему, Хрущев, будущий, ну, СССР, подписал указ, подарил Крым Украине. Ну, и в результате развала Советского Союза Крым отошел в состав Украины. То есть, находился Крым в Украине, там, 22 года, со временем я с первого года. Но в Российской империи, с Россией он находился больше. О, и поэтому я считаю, что и Харьков, и Донецк, и Луганск, и Крым, там изначально больше людей, которые были ближе к России. Именно к территории России. Больше русских было проживало. Последняя наметка. Больше русских там проживали, это не имеет значения, потому что они гражданами Украины были. А большинство населения Украины, это Украинцы. Это Украинцы. Смотрите, давайте я отвечу на ваш нелепый випад, что больше времени он был ближе к России. Он не был ближе к России. Ну, как же не был? Я вам отвечу. Я вам отвечаю. Я вам отвечаю. Да, слушаю. 200 лет Грузия была захвачена Россией. И что? Мы грузины русские, и мы не имеем права быть независимыми? Северный Кавказ, это русские? Как вы думаете? Ну, он же находится в состав России сейчас. Почему находились? А как и Крым находился в составе Украины. Почему находились? Я вам это спрашиваю. Их Российская империя захватила, да? Насильно захватила. Не спрашивая. Вел туда армию и захватил, правильно? Были Кавказские войны, когда Российская империя и его генерали, его солдафоны уничтожали кавказские народы, которые право имели тоже быть независимыми. Но они их захватили. Как и 200 лет Грузия была захвачена Россией. Два раза, кстати, была захвачена. Один раз при царской России, а другой раз при большевиков Грузия была захвачена. И что это значит? Раз нас когда-то враг захватил, что мы не имеем права быть независимыми? Хотя Украина Крым не захватывала. И как вы сказали, что в последнее время она по закону, с признанием России, с признанием, официально с признанием России, она считалась украинской. Это Россия признала. Сейчас какая разница, она когда-то была ближе или не ближе, вообще-то. Вообще-то тогда когда-то она была и греческая. Ну что сейчас грекам? Тогда зачем грекам не отдают эту территорию? Или татарам тем же будет? Нет, не как ну. Давайте дальше по справедливости. Раз Путин сильный, он агрессор, у него огромное войско, голодное, но огромное войско, то есть он может порабощать малые страны, и это оправдание. Так получается, да. Смотрите, Татарстан, она не русская территория, но она под Россией. Удумуртия тоже не русская, но она под Россией. Сибирь тоже не русская, но она под Россией. Сейчас что, да, сейчас смотрите, на ваш вопрос, при чем тут ближе-неближе? Крем, Луганск, Донбасс и Харков, они, во-первых, Луганск, Донбасс и Харков, это чисто украинские территории, чисто украинские. Это же топонимы, вот Харков, Луганск и Донбасс, чисто топонимы, это украинские, славянские, но не русские никакие. Но в Харькове это люди тоже ближе к России. Вот в Харьков сейчас там ни войны нет, ничего, но все равно вы можете, у вас есть возможность отправиться в Харьков пообщаться. У меня тоже сейчас в стране стоит российская армия, на оккупированной территории Абхазии и Шида-Карт. И что сейчас? Раз у нас сейчас пока боевые действия не идут, считается, что у нас война закончилась в России. Врага же надо догнать. Смотрите, в Грузию веками приходили огромные империи. Османская, турецкая империя приходила. Они у нас веками захватывали нашу территорию. Арабы приходили, монголы приходили, хазари приходили, кепчаки приходили, приходили перси, но византийцы даже с нами воевали, и римляне приходили. Но наши предки, грузины, от них освобождались. Через какое-то время освобождались. Они сильными становились и освобождались. Я еще раз вам говорю, какое имеет значение, когда-то она была ближе к России или не к России. Те территории, которые Россия по закону подписала, что Крим, Харьков, это все считается владением украинского государства. Он не имел права туда вторгаться, убивать коренное население. И сейчас руками коренных населений и своих переодетых наемников и убить ущемлять права украинского народа. Понимаете, в чем дело? Потому что Украина не захватывала Крим. Я полностью понял вашу идеологию. Как вас зовут? Меня зовут Деметр. Еще раз. Деметр. Деметр. Деметр, да. Можно к вам обращаться? Да, пожалуйста, Деметр. Вот, вот, Деметр, вы скажите, украберем, например, Украина? Я не услышал вашего имени. Наверное, у вас нет. Никита. Ну, понятно. Львов. Львов, территория Украины. Но изначально вы знаете, чья это была территория? Чья она была? Польша. Он принадлежал Польше. И что? Вот. Почему сейчас поляки, ну, не хотят вернуть себе Львов? Смотрите, я вам одинаково объясню. Есть законное признание, когда какая-то страна отказывается от своей территории. Винально меня не слышите и не понимаете. Сейчас в России, давайте, вот я оставлю Кавказ, я оставлю Татар, Башкир, Удмуртов. Сейчас, в данный момент, у России находятся два древнейших грузинских территорий. Это Сочи и Туапсе. Они оба ходили в колхидское царство. Грузинское, эгриское, колхидское царство. Так называли греки Колхида. Но местные грузины племена назвали его эгриси. Но мы когда-то допустили ошибку и просто-напросто подписали, что Сочи и Эгрис, это Туапсе, больше претензий не имеют. И сейчас мы не претендуем на эти территории. Хотя мы знаем, что исторически там до сих пор живут древние грузины. И там топонимика грузинская. Там Эмеретинская долина, Кахетинский овраг и все такое. Но мы же не претендуем на то, что когда-то она была наша. В Турции пришедшие турки, кочевники, живут фактически на захваченном грузинском территории. Это Лазика, это Понто, это Таок-Ларджетти. Но из-за того, что мы когда-то подписали какой-то документ, обязательно нас обезул Россия этому, царская Россия, обезул, что мы отказывались, что сейчас мы не претендуем. Хотя там живут Лазы, древнейшие грузинские племена. У армян есть наша территория, которая называется Ташискари, но они называют его Лори, то есть перепелка. У азербайджанцев есть наши храмы, есть наша территория, Херетия, называют Сан-Гилу. Но мы же не претендуем на это. Вы сказали Львов. Поляки и украинцы когда-то подписали на Львов, и поляки признали границу Украины, то есть признали границу. И убежал молодой Русский, неся всякую ересь элементарную. Сан-Гилу. Пожалуйста. Тебе нравится, что твоя долбанная армия стоит в Грузии, как агрессор, оккупант и захватчик на двух его территориях захваченных? Тебе нравится это? Как чей захватчик? Российский захватчик, оккупант стоит у нас. Долбоебр армия российская стоит у нас. В Абхазии тут еще... Это же не от русских зависит, это же зависит от Москвы, можно сказать. А оружие кто держит? Оружие кто держит в руках? Не русские это? Русские пусть они и держат, их заставляют держать. Понятно. А почему вы терпите такое правительство, которое нападает на соседние страны и там армию ведут как захватчики монголоиды? Его никто не терпит. Что неизвестно, что у нас в стране что ли творится? Не знаю, Путин у вас до сих пор сидит, его никто не прогнал, но он уже закончил свой срок. Но он у вас сидит и командует вами. Он уже вами... Он его просрочил, его уже давно хотя... Я тебе спросил, тебе нравится такая политика твоего государства, что ваша долбанная армия торгается в Украину, Грузию, Молдову и порабощает эти территории и эти народы, убивает там. Тебе нравится? Я этого не знаю. А почему ты не знаешь? Ты не знаешь, с кем твоя страна воюет в данный момент? Что с Украиной воюет, с Молдовой воюет, с Грузией воюет. Ты не знаешь, где ваша армия стоит в данный момент? Незаконно. В Украине у меня есть родственники даже. А что ты там сидишь-то? Иди в Украину, помогай своим родственникам прогнать оккупантов и захватчиков. Что ты там в России сидишь-то? У них, слушай меня, у них нормальная вся тишина. Это просто политика. Какая тишина? То есть то, что сейчас Крим аннексировала Россия, Крим аннексировала Россия. То есть его гнать не надо. То, что Луганск и Донбасс против Украины настроили, там сейчас ваша армия вместе с этими сепаратистами воюют с Украиной, и туда оружие зовет. То есть это не называется война, это называется братское отношение, да? Что туда ваше оружие туда заходит, ваши солдатики туда заходят, ваша техника туда. Это называется нормальное отношение. То есть по русским менталитету, почему менталитету, это называется нормально. А то, что в Грузии стоит ваша долбанная армия незаконно, тоже называется нормально. Раз мы пока сейчас, в данный момент, боевые действия прекратили, это нормально называется, да? то есть эта война не считается военное положение не считается мне интересно твое мнение патчаи потому что ты сейчас данный момент ничего умного не сказал ты все сваливаешь на вашу московию отношение патчаи по твоему ты меня вообще знаешь нет а какого хрена мне тебя снять вообще я за понимаю как твой менталитет я от этого и виношу свое мнение о тебе типаж человек ты был бы нормальным ты был бы нормальным сказал бы что да вот эта политика не крайне хорошего и что недавно уже надо было нам идти поти в этой политике нашей страны чтобы мы дружно жили бы со всеми потому что это неправильно ты не так сказал ты все перевалил на одного путина в московию а от народа ты грех снял а оружие кто в руках держите а те сейчас проще вот кто в украине стрелял против украинцев не ваша долбанная армия не русские что тебе не нравится я тебе сказал что не нравится сидишь ворчишь до меня доебался а сам че умный правильно я мужиков не делаю этого у меня женщине нравится мне мужчины для этого дела не нужны не а ты какого хрена сидишь тебе что не нравится я грузинский блогер я снимаю мне мнение русских и показываю своему народу что кто такие отвечали русские что им не надо верить что они нам не добрые гости и даже не не добрые соседи это враги я показываю мнение у таких как девчонок как ты тебе зашли на то но этим не доволен нет за то что я воевал против той армии в абхазии я имали двойник ветеран войны и то что твоя армия сейчас долго на тут стоит 146 миллиона государства против трех миллион это не моя армия это твоя не уничтожить армия не граждане россии ты гражданин россии о салам алейкум салам алейкум салам а алькум салам алькум салам и грозинские ингурские украинские а сам кто грузин А Грузин не мусульман? Нет. А ты кто? Нет. Таджиб. И что, что мы не мусульмане? Да так просто выглядишь, ну, типа, как мусульмане. А как выглядят мусульмане? Ну, скажи им. С бородой и что такое? Ты думаешь, что у Грузин борода не растет? Растет, но не ставят они как-то. Смотри, ты из Азии. Ты Таджик. Ты персидское племя, иранское племя. А мы из Кавказа. На Кавказе. Ну, киндерну. У нас борода растет у Кавказца. Это не только у вас растет борода. Что? Ты киндерная, говорю. Ну, хорошо же. Плохо не говорите. Ну, они же не ставят. Женщины у них, типа, не нравятся им женщины. Что не нравятся? Ты когда на Кавказе был последний раз в Грузии? Когда ты был? Я не был там. А как ты можешь утверждать, что у нас бороду не носят? Нашим женщинам это не нравится? Ну, христианам, в общем, да, я имел в виду. И когда о народе какое-то мнение свое говоришь, просто ты должен этот народ знать. Я не говорил, что женщина, кто у него борода нет. Я говорю, по-общему, у русских, да? Почему говоришь? Не ставишь, говоришь. Жену не нравится. Я не русский. Я грузин. Я не русский. Я грузин. Я из Кавказа, Кавказец. Ага. Кандерна. Откуда ты взял, что нашим женщинам борода не нравится? Вашим нравится борода ваша? Ты спрашивал женщине? Да, я не спрашиваю. А, нет. Мы не спрашиваем. В общем, я не спрашиваю. Это, ну, да. А ты думаешь, мы спрашиваем, значит... Пока в ручнике, так и у тебя видно. А ты думаешь, мы спрашиваем, не отпустить бороду или нет? Как ты думаешь? Это природная, она растет. Наши предки тоже бороду растет. Что там собираешься показать? Грузин с бородами хочу тебе показать. Да, я уже понял, значит... Есть среди них мужчины. Есть таджики, которые бороду вообще не носят. Что это сейчас? Я должен сказать, что они подкаблучники? Ну, пап, из того я русских умею видеть. Я не русский, я грузин. Я за русских не ответил. Ты за русских ответил? Нет. А тогда зачем ты со мной на русский говоришь, когда я с Кавказа, грузин? Я кавказец. Я же не такой, как ты, иранец. Ты знаешь, что в Иране очень... Раньше бороду сбривали в Иране. Только усилили. Ты это знаешь? Какие единственные? Вот ваши предки, иранцы, иранцы. Они сбривали бороду, не носили бороду. Только усы носили. Ты знаешь это? Какие единственные? Иранский шах Аббас. Аббас, шах Аббас. И многие ваши шахи иранские вообще бороду не носили. Ура, да? Ура, от��� 게и. Понятно, что у тебя есть. Ура. Ура, отеля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok